Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал, рассказываю о фондаум рынки, о пассивном доходе простым доступным языком и инвестирую вместе с вами. Ну что, друзья, как обычно, вечером подводим итоги торгового дня, полистаем любопытные новости, посмотрим на российские, на американские рынки, посмотрим на стоимость нефти, золота и биткоина, разберем лучшую российскую компанию сегодняшнего дня, покопаемся в моих портфелях. Напомню, что инвестирую через брокера открытия. У меня два счета в Тинькофф, один в ВТБ и крипто-кошелек на Бинанс. Ну и в завершении, как обычно, поразмышляем, чего нам ожидать от дня завтрашнего. Перед тем, как мы начнем, попрошу вас традиционно поставить мне лайк за это видео. Спасибо огромное! Погнали! Сегодня продолжается ралли на сырьевых рынках. Нефть Бренд сегодня поднялась выше 81 доллара впервые за три года. Стоимость североморской нефти обновила максимум с 2018 года. В день заседания мониторингового комитета ОПЕК+, котировки Бренд подскочили более чем на 2,5 доллара. Нефть растет на фоне рекомендаций комитета ОПЕК+, придерживаться согласованного ранее плана по увеличению добычи на 400 тысяч баррелей ежемесячно. При этом участники рынка ожидали, что картель мог ускорить наращивание добычи сырья, ну то есть добавить больше этого товара на рынок. Но этого не случилось и получается, что стоимость идет вверх. То есть рынок допускал возможность, что предложение увеличится, оно не увеличивается. Таким образом ОПЕК продолжает сдерживать искусственно предложение, чтобы поддерживать высокий спрос. Ну и как мы видим, эта политика очень хорошие результаты приносит. Как долго это продлится неизвестно, но пока это все безусловно хорошие новости, особенно для российских рынков и российской экономики. Еще один ньюсмейкер это акции Газпрома. Они обновили максимум впервые с 2008 года. Бумаги Газпрома установили новый рекорд. Для этого акциям понадобилось 13 лет. Бумаги дорожают на фоне рекордных биржевых цен на газ в Европе. Сегодня был установлен исторический максимум 369 рублей 62 копейки. Это были данные на 12.45 по Москве. В пятницу бумаги завершили торги на отметке 363.25. Предыдущий максимум по акциям Газпрома был зафиксирован на уровне 369.50. Это случилось 22 мая 2008 года. Спрос на акции российской газовой компании растет на фоне новых рекордов на биржевом рынке газа Европы. В начале этого месяца цена ноябрьского фьючерса на хабе ТТФ в Нидерландах впервые превысила отметку 1200 долларов за 1000 кубометров. В Китае продолжает раскручиваться история с компанией Evergrande. Ну и есть ощущение, что очень такой хреновый сценарий мы сейчас с вами наблюдаем. Так вот сегодня, ну точнее вчера, точнее в ночь, да, в Гонконге приостановили торговлю акциями крупного девелопера. Как раз про Evergrande речь. Один из крупных девелоперов КНР находится на грани банкротства. Общий объем долгов Evergrande превышает 300 миллиардов. Гонконгская фондовая биржа приостановила торговлю акциями второго по величине девелопера Китая. До этого писали, что он крупнейший, но оказывается нет. На самом деле он на второй позиции. Об этом пишет Reuters в декабре 2020 года во время IPO подразделения компаний по управлению недвижимостью оценили в 11,56 миллиарда долларов. Поэтому показателю это вторая компания на гонконгской бирже в области недвижимости после Garden Services Holdings. Также заморожена продажа акций подразделения Evergrande. Биржа не указала, что стало причиной. Китайский холдинг находится на грани банкротства. Акции компании за полгода подешевели на 88%. В сентябре компания пропустила выплату процентов по крайней мере двум банковским кредиторам. И недавно они еще купоны не заплатили по своим долговым обязательствам, по облигациям. Ну короче, кошмар. Полный в Evergrande допускали, что могут объявить дефолт. В середине сентября девелопер нанял внешних консультантов для проведения крупнейшей в истории страны реструктуризации долга. Но получается, что пока этот вопрос не урегулирован. Он весь мир с напряжением наблюдает за этой историей. Наткнулся на любопытную новость. Друзья, знаете, во сколько обошлась авиаотрасль российскими бюджетом в пандемию? Так вот, поддержка авиакомпаний обошлась в 600 миллиардов рублей. Бюджет недосчитался почти 600 миллиардов в 2020 году из-за налоговых льгот для транспортных компаний. Большая часть из которых пришлась на авиацию, подсчитала счетная палата. Но без них не удалось бы избежать банкротства. Льготы по налогу на добавленную стоимость, транспортному налогу, ввозным таможенным пошлинам и пониженные ставки налога на имущество, применяемые в транспортной отрасли, обошлись федеральному бюджету в 591 миллиард. Это следует из отчета счетной палаты. Ну и понятно, что очень приличную часть этих денежек принял Аэрофлот. На фоне ограничений на перемещение людей из-за пандемии коронавируса суммарный чистый убыток 15 крупнейших пассажирских авиакомпаний России в 2020 году составил почти 125 миллиардов рублей против 4 миллиардов рублей прибыли. Годом ранее пассажиропоток всей гражданской авиации упал на 46% до 69 миллионов человек. Предприятия транспортной отрасли, причем до сих пор не вышли на допандемийный уровень, поэтому оценка эффективности принимаемых мер господдержки представляется преждевременной, отметили в пресс-службе счетной палаты. Ну и новость, которую я вынес в заголовок. Сегодня напомнили о себе акции Tesla, о которых мы давненько не разговаривали. Бумаги резко подорожали на сильных данных по поставкам. Компания сообщила о рекордных результатах в третьем квартале 2021 года. В субботу компания сообщила о том, что в третьем квартале поставила рекордное количество электромобилей 241 300 штук. Друзья, если посмотреть статистику по России, ощущение, что мы в средневековье живем, я не знаю, у нас, мне кажется, электромобили просто штучно продаются, но во всем мире уже люди их активно берут. Ну, дорого, понятно, дорого, позволить себе Tesla за сотку, например, мало кто может. Ну, учитывая, что за эти деньги можно купить какой-нибудь очень крутой кроссовер, мощный, дизельный. Ну, понятно, что люди думают, а нахрена мне этот электромобиль. Результат превзошел как консенсус прогноз по поставкам более 223 тысяч автомобилей, так и оценку в 221 тысячу, которую давала сама компания. Предыдущий рекорд в 201 тысячу, 250 машин производитель достиг во втором квартале этого года. Тем не менее, покупателям пришлось столкнуться с задержками в поставках, об этом Tesla написала в отчете, объяснив задержки проблемами глобальной цепочки поставок и логистики. За минувшие три месяца Tesla произвела 237 тысяч 823 автомобиля, что на 13% больше, чем кварталом ранее. Сейчас компания производит машины на двух заводах в Шанхае, это Китай и в Калифорнии. Аккумуляторы собирает в партнерстве с Panasonic в Неваде. Кроме того, в третьем квартале компания начала отгружать литий-железо-фосфатные батареи из Китая. Эти батареи предназначены для электромобилей Model 3, которые собираются для американских клиентов. В то же время из-за нехватки полупроводников компании пришлось приостановить некоторые операции на сборочном заводе в Шанхае, где она производит автомобили для клиентов из Китая и Европы. Друзья, я, кстати, давно не смотрел за поведением бумаг Tesla. Давайте сегодня, если никто не против, мы, разбирая лучшую компанию, немножко отойдем от традиции и как раз посмотрим на бумаги Tesla во второй части этого видео и посмотрим, как они торгуются в последнее время. Друзья, напоминаю, вышел новый релиз честного портфеля. Это моя инвестиционная стратегия, по которой я, в общем-то, на бирже и работаю. Все желающие по-прежнему могут получить ее, написав мне в Telegram. Ссылочка в описании, в первом комментарии. Стоимость стратегии прежняя 500 рублей. Ой, смотрите, какая сегодня полярная картина. Суперпозитив по России, но это нефть делает свое дело. РТС плюс 1.17, индекс Мосбиржи плюс 0.78 и какой провал по Америке. Просто катастрофический обвал. Ну, там в пятницу все было здорово и вот сейчас рынки опять все забрали. Dow Jones минус 1.24, S&P минус 1.3 и технологичный Nasdaq минус 2.4. Просто черный понедельник. Ужас. Futsi плюс 0.07, в минусе CEC, в минусе DAX, в минусе Nikkei. А вот, кстати, Китай прибавляет CSI 300 плюс 0.67. Да уж, сегодня опять грусть на лицах инвесторов, которые инвестируют в иностранные бумаги и радость на лицах инвесторов, кто инвестирует в Россию. Тренд продолжается. Он переехал из сентября в октябрь. Золото сегодня плюс 0.32, 1766 долларов. Ну и Brent видим плюс 3 процента, 81.70. Очень круто. Курс рубля. Сегодня доллар немножко проседает, минус 0.13, а евро наоборот немного прибавляет. Плюс 0.15 за доллар дают 72.58, за евро 84.38. Просадочка по крипте. Все топовое падает. И биткоин тоже, разумеется, минус 2.87 процента. 47 тысяч за монету. По индексу московской биржи неожиданный лидер. Это отнюдь не нефтяная компания. Да даже в тройке нет ни одного нефтяника. Это Сбербанк плюс 2,4. Тинькофф плюс 2 процента. Глобал Транс плюс 2. И также в пятерке Газпром и Лукойл по 1,7. Аутсайдеры Пик минус 3,4. Яндекс минус 3,5. Северсталь минус 3,9. ММК минус 4,1. И НЛМК минус 4,2. Металлургов прям тряхануло сегодня. Так, по всему российскому рынку. Вот у нас лучшие бумаги. Это Южный Кузбасс плюс 29. Русская Аквакультура плюс 13. И Варьего Нефтегаз плюс 10,55. Но мы с вами договорились, что сегодня говорим про Тесла. Давайте будем слово держать. Ой, друзья, сейчас пока мотал до теханализа от инвестинга. Там промелькнул показатель ПЕ. Мне аж сердце закололо. Более 400. Просто жесть. Теханализ, тем не менее, полагает, что надо брать. Скользящие средние 12,0. Технические 9,1. Ну, теханализ многие моменты не учитывают. В том числе переоценку. Тесла Моторс TSLA. Это тикер акции. 789 долларов сейчас она стоит. За неделю минус 0,27. За месяц плюс 7,73. Здорово. Плюс 19 за полгода. И рост за год 90%. На графике видим, что в январе был пик по росту. Ну, даже, наверное, в феврале. Потом была просадочка. Ну, и вот в мае 2021 были минимумы. После чего бумага вновь начала расти. Общий график выглядит шокирующе. Плюс 12 тысяч процентов. Это данные за менее чем 10 лет. Это же сколько тут получается, блин. 119 годовых. Да, друзья, фантастика, конечно. Но обращаем внимание, что основные приятности начали с Теслой происходить с лета 2019 года. А до этого ничего выдающегося в этом графике не было. Кто забыл, это молодая американская автомобильная компания из Кремниевой долины, сфокусированная на производстве электромобилей. Ее основатель и, в общем-то, основной идеолог-бенефициар Илон Маск. Прогнозы. Консенсус прогноз держать. УБС 12 августа прогнозировал просадку до 725, минус 829. Джеффрис плюс 7 процентов. Ну, очень аккуратные прогнозы. Даже преимущественно, видите, рекомендуют не покупать сейчас эту бумагу. А почему, друзья? Да, на самом деле, Тинькофф тоже подтверждает. ПЕ-405. Это просто мега дорого. Ну, короче, бумага не просто перегрета. Она как раскаленный уголек сейчас. И может упасть в любой момент так же стремительно, как и взлетело за вот эти месяцы. Стоимость 767 миллиардов. Рост выручки 50%. Хорошие показатели по рентабельности. 37% долга. Не платят они дивиденды. Ну, еще бы они их платили. Они все вкладывают в развитие собственного бизнеса. И вряд ли инвесторов это сильно огорчает с такой доходностью. Ну, и вот выручка по 2020 году. Как ни странно, в 2020 году компания нисколько не просела по показателям. Даже наращивала свои результаты. Ну, собственно, в развитых странах, мне кажется, люди испытывали меньшее финансовые проблемы, чем в развивающихся, например, в России. Так, давайте смотреть, что у меня. Начинаем с российского портфеля. Ну, российский он только номинально. Тут все за рубли. Но тут еще есть американские валютные фонды. FXUS в частности в большом количестве. Из-за этого сегодня вот такой негативный результат. Минус 0.43, минус 3.700. В портфеле 861 тысяча. Пока падение продолжается. За 7 дней минус 10 тысяч. За 30 дней результат минус 1.86 и минус 16.167. За 3 месяца плюс пока держим. Плюс 3.24, 27.600. Но, разумеется, сентябрь и его продолжение в октябре пока огорчает. И общую картину значительно портит. Среди лучших эмитентов здесь Сбербанк плюс 2.42. Но Россия Америку все равно не обыгрывает. В общем-то и портфель в плюс не вывозит. Слишком большая сегодня просадка по иностранным бумагам. В Тинькофф тоже все достаточно плохо. Американские акции из IT. Просто там есть даже коррекция на 3-4%. Это Фейсбук, Пейпал. Короче, жопа. Лучшая бумага тут Дженерал Моторс. Сегодня плюс 2.6. Ну и валютные фонды тоже в большом убытке. Минус 0.83, минус 1800. 2700, 219 тысяч в портфеле. За все время плюс 9%. Плюс 18.300. Обвал продолжается. Ну и последнее, что глянем, это крипта. Тут 2931 рубль. Доходность за 30 дней минус 17.56. Но график уже выровнялся. И можно сказать, что последний месяц сидим уже скорее в боковике. Более того, последние несколько дней наметился рост. Посмотрим, чем эта ситуация продолжится. Ну что, друзья, пока у нас в начале октября продолжается ровно то же, что было в сентябре. Это укрепление рубля, рост российских бумаг и очень жесткое падение иностранных акций. Европейских, американских. Особенно страдает сектор высоких технологий. Пока мы по-прежнему живем вот в этой реальности, друзья. Если вдруг вы наблюдаете большие минуса по американским акциям, не расстраивайтесь. Это не говорит о том, что их не надо покупать, что их не надо держать. Наоборот, сейчас хорошая возможность их немножко добирать. Вот у меня в октябре также планируется пополнение. Ну и пополнять я буду как раз эту часть портфеля. А вот насчет российских бумаг у меня, наоборот, возрастает тревога. Ну, долго продолжаться это все, разумеется, не может. И нам просто осталось ждать и смотреть, когда этот тренд изменится. Наоборот, Америка и мир пойдет вверх, а Россия пойдет вниз. Я думаю, это все не за горами. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком. И инвестирую вместе с вами. Хорошего вечера. До завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok